Бисмиллахи ррахмани ррахим, альхамду лиллах, ассалату ассаламу аля Расулиллах, аля алиху ассаби и ажмаин амаба'ад. Продолжим разбор суры Аль-Кауфыр. Мы остановились на глаголе Ван-Хар. Аль-Вау это харф Атфин, союз, мабниюн аля фатхин с неизменяемым окончанием с фатхи на конце. Ин-Хар это фи'лю амрин, глагол повелительного наклонения, мабнию аля сукунин с неизменяемым окончанием с сукуном на конце. Уфа'люху и уфа'ль, действующее лицо, это дамирун мустатирун фи'хи вуджубан, скрытое в нем в обязательной форме местемения. Тақдиру ху анта, этим скрытым местеменем является местемение анта. Вал-фи'лю ма'а фа'льихи, глагол инхар, со своим фа'лем, действующим лицом, все это жмлетун фа'литун, глагольное предложение. Ма'атуфатун аля ма'каблаха, соединено с предыдущим предложением салли. Ла махалла ла хаминал-иараби, не иметь места в падеже. Дальше, инна шани ака хуал абутар. Поистине, ненавистник твой, он сам куцы, безвестный. Инна это харфа талкидин у наспин, частица усиления и наспа, то есть ставит имя, ставит исм, имя в состоянии насп, а хабр в состоянии рафа. Шани это исмо инна, имя частицы инна, мансубан бига, поставлены этой частицей в состоянии насп. Ва аляматы наспи, признак наспа здесь, это альфатху злахирату аля ахири, явная фатха на его конце. Ва шани, это мудаф, первый член из ответного сочетания. Валькафу, дамирун муттасуны, слитное местемение. Мабнив аля фатха с неизменяемым окончанием с фатха на конце. Фи махалли джарин на месте падежа аджар, мудафун и лайев, второй член из ответного сочетания. Гуа это имма дамир фасли, или же это местемение различия, различительное местемение, которое служит для различия между хабаром, сказуемым подлежащимым или хабаром инна, как здесь. То есть увидев это местоимение, мы знаем, что следующее за ним имя это хабар, а не таби, то есть не имя, которое следует за предыдущим именем его и араби. Так если бы не это местоимение здесь, можно было бы предположить, что слово аль абтар является наатом, определением, описанием для слова шани, то есть шани акаль абтарум, поистине твой куцин, ненавистник. И что хабар частицы инна еще не пришел, ожидается, или что он скрыт, подразумевается. В этом случае было бы трудно различить между хабаром и наатом. Однако, когда вставили местомение различия, мы сразу же узнали, что аль абтар здесь является хабаром частицы инна, а не его наат. Вот почему оно и названо местомением различия, различительным местомением. В этом случае, хотя его и называют местомением аль дамиром, но на самом деле это харф в виде местомения, и поэтому он не имеет места в падеже. Значит, хабаром частицы инна будет аль абтарум, аль в начале. Аль здесь служит для аль хаср вместе с хабарум, то есть указывает на охват, на ограничение, то есть как будто сказано, твой ненавистник, именно он является куцем, а не кто иной. Аль абтар это хабаро инна, хабаро частицы инна, морфу амбеха, поставленную ею в состоянии раф. В аль амут рафе признак состояния рафа в этом имени аддамуталзахирута аля ахри, явно аддаму на его конце. Есть еще и другой вариант, это если мы скажем, что ахуа, это не аддамирыд фасли, а моптадон, подлежащее, а не различительное местомение. В этом случае мы скажем про ахуа, что это аддамирыд мун фасли, разделенное местомение. Мабниу аля фатхин с неизменяемым окончанием с фатха на конце. Моптадон, подлежащее именного предложения. Аль абтар будет уже его хабаром, с таким же ирабом, как и в первом варианте. Значит, аль абтар, это у нас хабар для ахуа. В аль моптадон, подлежащее ахуа, вместе со своим хабаром аль абтар, все это джумлятон и смеетон, именное предложение. В махале рафа, на месте подлежаев раф, хабар инна, являясь хабаром частиц инна. И в обоих вариантах, инна маа смеха в хабаре, частиц инна, со своим исмом и хабаром, все это джумлятон и смеетон, джумлятон и смеетон, именное предложение. Ибо тогда это начальное предложение «Ла махалля лахамин аль араб» не имеет места в падеже.